Почки только начинают просыпаться. Это очень хорошо, когда еще листьев нет. То есть, если бы были листья, они бы сейчас просто засохли. А сейчас вот их садим в рядок, начинаем поливать, и они все распускаются. И уже на следующий год они будут двухлетки. О саженцах груши, яблони, ежевики и малины Алексей Ритунский рассказывает взахлеб и с упоением. И неудивительно. Его плодопитомник – дело последних 12 лет жизни. Иначе, как результатом фанатичного труда, это и не назовешь. Путь Алексей проделал необычный. От охранника в институте Лисовенко до садовода-профессионала. Увидел все эти саженцы, очень сильно понравилось. Потом решил сам попробовать. Попробовал, получилось. Все дальше и дальше, а уже назад никак вообще. Почему? Ну, потому что это захватывает. Все сорта всякие, каждый год все новые и новые. Сортов плодопитомники Алексея Ритунского по тысячу. Только виктории сотня. А всего саженцев и вовсе больше миллиона. И каждая культура требует особого ухода, прививки и полива. То есть, если укореняем ежевику, допустим, там, например, где-то через каждые 5 минут у нас идет вспрыск, полив. Если, например, там смородину жимолость, например, там, может через час поливать. Свой плодопитомник – это занятие не только трудоемкое, но и требующее недюжинного терпения. Вот, например, чтобы вырастить вот такой вот саженец смородины из маточника длиной примерно 15-20 сантиметров, нужно 2 года. Алексей рассказывает, все саженцы в плодопитомнике зимостойкие, адаптированные под сибирский климат. Это позволяет выдерживать конкуренцию с зарубежными, которые везут из Узбекистана. Те более дешевые, закупочная цена 9 рублей за штуку. Но перезимовать и плодоносить снова такие не смогут. Продукция у Алексея дороже, но берет качеством. Продает саженцы в разные регионы Сибири и не только. Во-первых, работаем в Барнауле. Оптовиков много у нас саженцы, достаем сразу с хранилища. То есть они все на почке, листья не распущены. В Новосибирск торгуем, Кемерово, Биск, Омск, Томск. И продаем еще в Сургут, в Якутию саженцы продаем. В коронавирусные времена в плодопитомнике свои трудности. Заказов меньше обычного, да и людей не хватает. Многие работают по найму, приезжают из других стран. Это весной выехать не получилось. Поэтому помогают близкие. Предприятие у Алексея семейное. Работает жена, сын, мама с отцом, две тетки. Поэтому садовод не отчаивается. Все-таки дело жизни. Дом построил двух детей, родил. Деревьях получилось в этой жизни много очень. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова